добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о путях божьего благословения в нашу жизнь 36-м псалме псалмопевец пишет я был молод и состарился и не видел праведника оставленными потомков его просящим хлеба он всякий день милует и взаймы дает и потомство его в благословении прибудет еще один аспект божьего благословения состоит в том что это по сути своего рода плод жизни человек что посеет человек то и пожнет и писание говорит не обманывайтесь братья и мы должны понимать что когда мы с вами хотим желаем получать благословение нам необходимо задуматься над тем что же мы сеяли и неважно куда в отношении в жизнь в молитву и так далее так далее так далее весь вопрос в том что мировой вот круговорот мировой порядок он заключается в том что то что ты сеешь что ты и жнешь и здесь очень важно наблюдать за собой что же мы посеяли ропот непрощение гнев ложь клевету непослушание неверность и так далее так далее так далее и вот знаете я наблюдаю за большим числом верующих и удивляюсь не сколько тому что они сеют гадости потому что ну плотская природа человека она прорывается а тому что сея гадости эти люди ожидают благословение божье в свою жизнь и это мне кажется не очень правильно даже странным в определенной степени однажды я разговаривал с одним человеком он рассказал одну историю когда он был миссионером в одной исламской стране он постоянно проповедовал одному мусульманину которого все время бил 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 и это длилось и длилось но бог полагал в сердце миссионера этого человека прошло время и был случай просто не хочу рассказывать его потому что это будет долго и этот мусульманин принял иисуса христа стал верным последователем ешуа и миссионер уехал и этот человек стал служителем в той поместной церкви где все это происходило и однажды его очень сильно избили за то что он пытался на рынке проповедовать об иисусе христе и это было действительно серьезно он попал в реанимацию несколько дней был в коме и вот этот миссионер приехал в эту страну чтобы навестить этого брата и первое что он услышал от этого бывшего мусульманина и сказал кажется я понял почему меня тоже все время бьют потому что я сеял это когда бил тебя и вы можете возразить сказать после покаяния все аннулируется и я с вами даже соглашусь но знаете что меня потрясло это человек четко понимает закон сеяния жатвы он прекрасно понимает что то что ты посеешь что ты пожнешь и так благословение это плод нашей жизни что мы делаем для того чтобы благословение пришло в нашу жизнь когда какие-то ситуации приходят когда складывается все не так как нам хочется как ты на это реагируешь ты произносишь слова благословения врагам благословляешь ли ты гонителей злословящих тебя и так далее что ты делаешь я в своей жизни совершил несколько важнейших ошибок которые привели к тому что благословение ну как бы отошло от меня это когда люди намеренно причиняли мне боль намеренно на отвергали намеренно очень публично очень агрессивно очень высокомерно просто ногами отпихивали меня от церкви и вы знаете я отвечал им тем же я говорил словом на слово и сегодня я четко понимаю несмотря на то что они были неправы я посеял свою жизнь то что пожинаю может быть даже до сегодняшнего момента если вы хотите пожинать благословение чтобы она приходила не только с неба на и росло и земли вам необходимо начать по крайней мере сейчас начать сей доброе сей то что вы хотите пожать сей то что вы намереваетесь иметь в своей жизни потому что благословение божье это плод нашей жизни это плод того участка земли до который господь дал нам обрабатывать сети благословение сети доброе сети вечное сети благодатное и вы в обязательном порядке будете пожинать то же самое